На улице Горького предприятия курортного общепита устроили праздник для гурманов с презентацией фирменных блюд народов, проживающих в многонациональной Анапе. В парке «30-летие Победы» для детей проходил праздник детства «Веселое лето в Анапе». По инициативе главы города и поддержке дирекции парка организовано бесплатное посещение аттракционов для двух тысяч детей из многодетных семей. Фонтан у городской администрации закрыли сценическим помостом, на котором показывали номера ведущей творческой коллективы не только Анапы, но и Кубани. Собравшиеся на площади перед администрацией зрители не только горячо аплодировали артистам, но и с удовольствием подпевали и пускались в пляс под удалые казачьи песни и танцы народов Кавказа. Творческие коллективы выступали и на площадке у летней эстрады. Прервал развлекательные программы «Ливень». Он то усиливался, то ослабевал, давая людям и организаторам праздника надежду, что он прекратится и действо продолжится. Для кого-то «Ливень» стал приключением. Гостей праздника этот сюрприз природы не расстроил. Все готовились и ждали продолжения концерта вечером на театральной площади. Для тех, кто, конечно, готовил праздник, наверное, это был сюрприз и тяжеловато, потому что залило все палаточки. Люди, конечно, надеялись на больший выход. А отдыхающих, ну мы, дождь прошел, настроение опять поднимается, выглянет солнцем, мы будем опять ему рады. Но мы скоро уезжаем, жаль, конечно. Вот город очень понравился, дружелюбный, народ хороший. Вот, все выкладывается. Сегодня концерты были подготовлены прекрасно. Немножко погода подбила, но ничего. Впереди лето, впереди много солнца, впереди радости. Привет с Алтая. У нас есть настроение, ничему не испортишь? Не испортил праздник, люди ходят, так же веселятся, так же сидят. В Анапе такого нет, что если даже дождь, погода не портит. Все наоборот удивляются, но он такой дождь, всем весело.